Туризм – один из крупнейших секторов экономики и своеобразная визитная карточка государства. А России действительно есть чем гордиться. Уникальная природно-историческая база и санаторно-курортная составляющая. Сочи в этом плане занимает авторитетную позицию. К курорту приковано внимание всего мира. И вот вновь на этой площадке собрались ведущие специалисты туриндустрии, чтобы обсудить будущее этой отрасли. Форум начался с делового завтрака, где зарубежных гостей и СМИ поприветствовал глава города Анатолий Пахомов. Мэр вкратце изложил основные аспекты работы в туристическом направлении и ответил на интересующие вопросы гостей. Подробнее познакомиться с предложениями туристического бизнеса края мировые эксперты смогут на выставке, которая традиционно начала работу вместе с форумом. Сразу две специализированные выставки курорта и туризма, также гостинично-ресторанный бизнес позволят участникам форума оценить качество работы специалистов туристического рынка края. В этом году Вениамин Иванович Кондратьев попросил сделать упор на продажу межсезонья. Летом на курорты Краснодарского края хорошо и в Сочи в частности. Но межсезонье нам нужно заполнять. Поэтому мы ждем от вас предложения. Также поговорим о проблемах, которые вас волнуют и попробуем часть из них решить. Кстати, у представителей туриндустрии будет отличная возможность обсудить проблемы на федеральном уровне во второй день форума, когда пройдет круглый стол с участием Игоря Левитина. Что касается Сочи, то в прошлом году курорт принял более пяти миллионов гостей. В нынешнем по прогнозу будет еще на миллион больше, с учетом того, что многие приезжают на массовые культурные и спортивные мероприятия. Интерес туристов к Олимпийской столице растет не только в летнее время, но и в зимний сезон. В этом году горнолыжный отдых представят не только краснополянские курорты, но и впервые кавказский природный биосферный заповедник. Туристический походный и снегоходный 54-километровый маршрут на высоту более 2000 метров был открыт в прошлом году. Спрос породил и новое предложение. Мы впервые делаем в городе Сочи, никогда еще это не было, ни территории города Сочи, ни территории Краснодарского края. Это скитур, это ходьба людей, так сказать, группа ходит на лыжах и на снегоступах. Мы открыли в этом году на лагерь холодный такой маршрут, открыли лыжку на 2-3 и планируют переговоры сейчас открыть школу для езды на снегоходах. Уже у нас есть 360 человек москвичей, которые готовы приехать на 6 дней. Уже путевки они почти опловили. Уникальность нового зимнего маршрута они опробуют уже в середине декабря. Кроме того, на кордонах заповедника есть и маршрут выходного дня для сочинцев, где есть возможность проживания, катания на лошадях, а также аренды техники и снаряжения. В принципе, каждый из представленных на выставке стендов не только сочинских бизнесменов, но и представителей разных регионов страны готов удивить новыми предложениями. Второй по счету международный туристский форум собрал на своей площадке 800 специалистов туриндустрии. Помимо выставочной программы, обширна и деловая часть, на которой будут обсуждаться планы дальнейшего развития этой отрасли. В частности, речь пойдет о новых сочинских проектах. Так, например, особое внимание планируется уделить агропромышленному комплексу, как одному из направлений экологического туризма. В Сочи будут строиться теплицы, фрукты и овощи, поступать на рынки края и в общепит санаториев и отелей. Помимо сельскохозяйственных зон появятся туристическо-гостевые площадки, направленные на экологически чистый отдых. Так что в будущем наш город сможет гордиться не только санаторно-курортной базой, но и плодово-овощной продукцией и экотуризмом в целом. А это направление вскоре станет особенно востребованным у туристов.